Торжественная музыка, песни военных лет и неиссякаемые слова благодарности. Все это для главных участников праздника, ветеранов. Борис Романович Перцев в 40-е был курсантом авиационного училища в Уральске. На фронт попал в 44-м. Управлял знаменитым Ил-2. Вернувшись с войны, вспоминает город, в котором учился, не узнал. Там было все разрушено, абсолютно все. И хорошо, что в это время было много немецких пленных, и они устанавливали там. В школе номер 170 к празднику готовились основательно. Разработали концертную программу, запаслись цветами и отреставрировали памятник герою Советского Союза Зое Космодемьянской, имя которой школа носит уже 15 лет. Старшеклассница Светлана Базина. Праздник Победы считает священным. Говорит, на примерах истории нашей страны нужно воспитывать детей. Это пример подвига, пример того, как люди погибали за народ, и пример того, как своей силой и храбростью они совершили то, благодаря чему мы живем под мирным небом. Для кадетов маршировать перед ветеранами – особая честь. Воинское приветствие молодые ребята отдали тем, кто в грозный для страны час, не раздумывая, надел военную форму и пополнил строй защитников Родины. Это память, 70 лет Победы. Мы должны это уважать и помнить. И для меня это очень важно. Мы же, во-первых, военные, и в первую очередь должны почти память этому празднику. Минута молчания, возложение цветов к монументу Зои Космодемьянской и как символ света и безоблачного неба над головой – воздушные шары. Каждое мгновение посвящено тем, кто обеспечил нам будущее. У нас ни в одной семье не было человека, который бы не пал в боях за Родину свою. Поэтому они должны помнить своих родителей, своих дедов, прадедов, для того, чтобы впоследствии всегда вставать на защиту Родины и знать, что ратный труд – это самый почетный труд. В завершение торжественной линейки с флагами и знаменами, мимо школьников и ветеранов. Стройными рядами прошли ребята, которые будут шагать по площади Куйбышева на параде 9 мая. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.